Здравствуйте, друзья! У нас сегодня девятый урок по субжунктиву, и это последний урок. Я хотела сделать еще, я могла бы делать это вечно, но решила остановиться. Поэтому в этом уроке будет много всего и немножко разные темы, но вы сможете, по крайней мере, понять, куда дальше двигаться, если вдруг у вас возникнут вопросы. И давайте посмотрим. Сегодня мы с вами будем изучать субжунктив passé. То есть до этого у нас был субжунктив présent, а сейчас субжунктив passé. Некоторые сразу сейчас испугались. Не пугайтесь, потому что субжунктив passé, как мне кажется, легче, чем субжунктив présent, потому что вам нужно в субжунктиве запомнить только формы «être» и «avoir». И сейчас давай с вами их устно вспомним, потому что уже на девятом уроке субжунктива я и вам его не написала, но сегодня еще будет одно упражнение на слух. Мы должны с вами сделать какое-то сегодня резюме того, как мы поработали. Так вот, le verbe «être» субжунктив – это Если не знаете, как это пишется, посмотрите, напишите. Глагол «avoir» – «je», «tu es», «il es», «nous esion», «vous es», «ils es». Формируется точно так же, как passé-composé, только в passé-composé у нас глагол «avoir» и «être» в настоящем времени, а в субжунктиве «passé» у нас глагол «avoir» и «être» будут в субжунктиве. И давайте посмотрим примеры «que j'ai fait» и «que tu sois sorti». И сейчас мы с вами будем делать упражнение на слух. Сейчас я вам буду говорить глаголы в настоящем времени, сочетания, например, «я ем» или «я пью». И вы должны поставить их в субжунки и в passé сами, а потом посмотрим, что получилось. Сравним наши два листочка. Ваш листочек и мой слайд. Давайте начнем, сейчас все пропадет. Начинаем. «Вы faites», «il sort», «on voit», «je fais», «nous venons», «elle connaît», «ils conduisent», «ils conduisent», «je me rends», «tu reçois», «elles ont», «nous buvons», «il s'interesse». И сейчас я повторю еще раз, для тех, кто не успел записать. Пропишите, пожалуйста, это, и потом уже увидим ответ с вами. On va еще раз повторять. On va еще раз повторять все. И смотрим с вами ответы. Я надеюсь, что вы сами все-таки сделали. Интересное упражнение за слух. Нам слух нужно тренировать, и уже мотив нужно тренировать без какой-либо визуальной поддержки. И voilà. Читаем. Вы повторяйте за мной. Я думаю, что вы знаете, что глагол «sortir» может спрягаться и с глаголом «être», и с глаголом «avoir» в сложных временах, поскольку если с «être», это будет выходить, а с глаголом «avoir», это будет вытаскивать что-то, вынимать что-то. Например, «выгуливать собаку», это тоже будет «je ссор mon chien», тоже будет «savoir». То есть, в зависимости от того, что значит глагол, мы можем его или «savoir» или «sêtre» проспрягать. Дальше. «Он эйву», «жэйфэй», «nous soyон веню», «элэйконю», «изэйконуи», «жэмэсэйконуи», 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 «чуээй рошу», «элзэй ю», «нузэйон бю», «изэйконуи», 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 «изэйконуи». Напишите, пожалуйста, получилось или нет, я думаю, что получилось, почему нет. Те, кто попытался, я уверена, что они с вами довольны. Молодцы! И продолжаем. Когда же мы его используем? Вот если вам «футюр интерьер» ничего не говорит, вот это название времени, то сейчас будет сложно. Но я его пытаюсь вам объяснить. Давайте прочитать, что я написала. «Сюбжонтив пассе». Все просто. То есть «сюбжонтив пассе» у нас с вами относится к моменту будущего или прошлого. Я думаю, что вы запутались, но смотрите, пример какой. Первое. Когда у нас прошедшее. И фраза с сюбжонтивом пассе «эйле тристо, что ты ушел». Потому что, смотрите, если вдруг мы «partir» поставим в настоящее время, сюбжонтив в настоящее время, то это будет «эйле тристо, что ты парти». И тогда мы по «parte» не можем понять, то ли она грустная, потому что он уезжает, то ли она грустная, потому что он уедет. То есть вот когда мы видим «сюбжонтиве презон», нельзя сказать, о настоящем речь идет или о будущем. Когда у нас «сюбжонтиве пассе» вот в такой фразе, она грустна, что ты уже ушел, да, вчера у нас тут есть контекст. Тут нельзя сказать «сюбжонтиве презон». Вторая фраза, немножко посложнее, но я постаралась найти пример. «Дон занон, журе эйкри су ливро». Мне тоже очень хочется писать книгу, и вот такой вот прям в январе мы делаем себе обещание, что через год у меня будет написана книга. То есть можно сказать, что я напишу книгу, это просто «future simple», «je créerai», а она у меня будет написана, то это будет уже «future anterior» во французском «je réécris ce livre». И вот когда мы такое обещание себе дали, в одном из таких случаев, будет, например, «mon redacteur veut que j'écris ce livre dans un an». То есть, казалось бы, это «сюбжонтиве passé», но это результат в будущем, чтобы у меня была написана эта книга. И вот, я надеюсь, что понятно. Проанализируйте, пожалуйста, еще эти примеры, и я думаю, что и вы поймете, что такое «future anterior», как он используется, и вообще «сюбжонтиве passé», как он используется тоже. Это несложно, это легко. И я сомневаюсь, давать ли вам дальше материал. Но я дам, но если вы совсем устали, то вы меня уже выключайте, потому что это будет сложно. И это упражнение, смотрите, мы в скобках должны все поставить с вами с «сюбжонтиве passé». Давайте прочту и переведем. «Je suis contente que mon frère pouvoir venir ce soir. Я довольна, что мой брат смог прийти сегодня вечером». Перевожу в прошедшем времени, потому что это наша тема. Дальше. «C'est dommage que tu, j'alle, что ты, être obligé de partir, был вынужден уйти. Elle trouve curieux que son collègue refusait l'invitation à son anniversaire». Она находит это любопытно, что ее коллега отказался от приглашения на ее день рождения. «C'est bête qu'ils se trompaient de route». Глупо получилось, что они ошиблись дорогой. «C'est bien que vos enfants fèrent des progrès». Очень хорошо, что ваши дети добились каких-то результатов, сделали прогресс. «C'est normal que ton mari parlait franchement». Это нормально, что твой муж высказался, сказал что-то честно, искренне. «Je regrette que tu, я сожалею, что ты, devoir annuler le voyage. Должен был, тебе пришлось аннулировать, отменить путешествие. «Je suis surpris que tu, я удивлен, что все, bien, se passe, все прошло хорошо». И теперь точно меня выключайте, если вы еще этого не сделали, потому что сейчас я перелесну и мы будем же с вами проверять. Я читаю, вы повторяете со мной с такой же информацией. «Je suis contente que мой frère ait pu venir ce soir. C'est dommage que tu aies été obligé de partir. Elle trouve curieux que son collègue ait refusé l'invitation à son anniversaire. «C'est бête qu'il se soit тромпé de route. C'est bien que vos enfants aient fait des progrès. C'est normal que ton mari ait parlé franchement. Je regrette que tu aies dû annuler le voyage. «Je suis surpris que tout ce soit bien passé. Et voilà. Как вы? Я надеюсь, что все хорошо. И если сейчас вы хотите выключить меня, то вы скорее выключайте, потому что еще небольшой нюанс я решила вам дать. Не хотела до последнего, но потом решила, что будет расстроиться, если его не будет. И решила дать, но он необязателен, потому что и так я уже много всего дала. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас есть такие глаголы, например, как «douter», «ignorer», «ignier». Сомневаться, не знать что-то, игнорировать что-то. Это не обязательно, что я намеренно игнорирую. Я просто не подозреваю об этом. Это тоже «ignorer». «Ignier» – отрицать. И вот после этих глаголов мы тоже используем все в «jonкив». Это вот прям надо запомнить, придумать себе несколько фраз и в голове это прокрутить, и все. «Je doute que vous ayez raison». «Je doute que vous ayez raison». Я сомневаюсь, чтобы вы были правы. «Elle ignore que son frère soit déjà parti». Она и не подозревает, что ее брат уже приехал. Второе. «Après les expressions». «Etre sûr, certain, persuadé, convaincu à la forme interrogativa et négativa». После выражений «я уверен», «я убежден», «меня убедили» и так далее, то есть вот это все синонимы, мы в отрицательной форме или вопросительной также должны употреблять субженктив. Не все французы это делают. Я сама редко это делаю. То есть если я говорю, что я не уверена, да, но вот в вопросительной форме у меня вот этого такого рефлекса нет. Я, может быть, не часто так делаю. Уверен ли ты, я так, может быть, не задаю. Но я, наверное, когда буду задавать этот вопрос, я буду задумываться, что там где-то должен был субженктив быть, и я это учила, правила и так далее. Давайте посмотрим. «Je ne sais pas sûr qu'il est fallu le faire». «Я не уверена, что стоило это делать». Здесь у нас субженктив. И «et vous certaine, qu'il est la vérité?» «А уверены ли вы, что он сказал правду?» Правила есть, я вам его представляю, но как с ним действовать дальше, это вам решать не критично. Может быть, меня кто-то осудит. Это не критично, потому что я сама слышу, как французы не употребляют это правило, поэтому вам говорю. Но, конечно, было бы здорово, если бы вы так красиво говорили, лучше, чем я, лучше, чем французы, потому что этим нужно гордиться, раз у вас такая память, и вы можете так всё красиво повторять и употреблять. И последнее, третье. Тут я какой-то странный пример дала уже, совсем я не туда поехала. «Après les verbes». «Croire, penser, affirmer, prétendre et trouver». «Trouves-tu que ce soit nécessaire?» «Находишь ли ты, что это необходимо?» Например, «Je ne crois pas que tu sois d'accord avec moi». «Что-то мне не верится, что я не считаю, я не полагаю, что ты со мной согласен». «Je ne pense pas qu'il puisse le faire». «Я не уверена, не думаю, что он сможет это сделать». И так далее. То есть в отрицании и в вопросе. И это точно всё. Больше ничего вам не расскажу. Задавайте вопросы, если вдруг вас ещё что-то интересует. Попыталась разложить всю бронхтив по полочкам. Надеюсь, получилось. И, в общем, мы с вами это сделали. Дать новых встреч с другой темой. Наконец-таки. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok.